На столе сотни банок с медом. Церкви как пасечники, так и обычные волокжане. Все пришли за одним – осветить сладкое лакомство. Считается, что мед можно пробовать только после окропления святой водой. Христиане сегодня отмечают один из самых известных православных праздников – медовый спас. Святых новомучеников, исповедников церкви русской, всех святых помилуют и спасет нас. К этому времени соты в ульях уже наполнены до отказа, и пасечники приступают к сбору урожая. Кстати, в старину освященный мед раздавали всем прохожим. Жадность в этот день могла поставить крест на карьере пасечника. Ведь пчела, согласно представлениям, божья труженица. И люди верили, что ее производственные успехи – следствие богоугодной жизни. В течение года можно этот мед употреблять во исцеление души и тела. Нужно бы кушать и всю освященную, всю пищу. Крест освящает, вода святая освящает. Мы в медовый спас собираемся всей семьей с моими крестными и отмечаем этот великий праздник. Этот день также называют водным спасом. По преданию, праздник пришел из Константинополя, где ежегодно в храме Софии частью креста освящали воду для отращения болезней, так как именно в августе их количество резко возрастало. Люди служили перед ним молебны, и люди поклонялись святого творящему кресту Господню. Вот такой вот праздник изнесения древ креста Господня. Когда его обрели, вот там было три креста. Одну был распят Господь, на другом два разбойника. Вот какой из них крест Господень, люди не знали. И тут не умеем нести процессию с человеком усопшим. Говорят, приложили, человека ужил. Согласно давним поверьям, именно сегодня собираются улетать ласточки и стрижим. Этот день символизировал начало прощания с летом. В старину говорили, прошел медовый спас, провожая лето. С медового спаса начинается и Успенский пост, который продлится две недели, и по строгости он приравнивается к Великому посту. Послабление допустимо только в субботу и воскресенье, а также 19 августа, в праздник преображения, когда можно есть рыбу и выпить немного вина. Пост завершится 28 августа праздником Успения Пресвятой Богородицы. Екатерина Щукина, Дмитрий Парфенов. Новости Вологды.